Всем большой привет! Сегодня давайте посмотрим заказ Фаберлик. Правда, этот заказ был сделан не по действующему каталогу, который только начал свое действие, а по предыдущему, по-моему, это был восьмой, да, каталог. Ну вот так я долго забирала заказ, пункт выдачи переехал, и я все откладывала, откладывала, где же он узнать. Значит, давайте сразу распакуем... Что это у меня, кстати, туалетная вода же это или что? Парфюмерная вода, Алатау. Довольно-таки старенький аромат в каталоге, но я решила его приобрести. До этого у меня были пробнички, я их тестировала, ножнички еще. Значит, я тестировала Алатау, и как-то он мне, знаете, не нравился, он какой-то был унисекс, что ли. Но дело в том, что я этот парфюм приобрела с 70% скидкой, он мне обошелся рублей так 270, по-моему. Ну, в общем, почему бы и не взять? И я решила, что что-то вот такое я хочу на жару. Значит, пока что я не выписывала никакую пирамидку. Такой очень-очень дешевый колпачок, пластиковый здесь, все очень дешево. Значит, давайте с парфюмерной воды начнем. Я не на себя распылю, я распылю на, может быть, на какой-то импровизированный блотер, чтобы аромат раскрывался. Вот, значит, сразу его протестируем, и потом в конце видео вернемся к нему. Один холостой пшик был. Второй раз подряд. Значит, по памяти, что я помню, заявлено в этом аромате, это замороженные ягоды, горный воздух, насколько мне известно. И вроде бы как это заявлено в пирамиде, или просто отзывы блогеров, что здесь нечто такое. А какие-то вот именно прям лесные деревья, горные деревья, вот так, да, скажем? Да, знаете, аромат звучит на мне как-то именно унисекс, потому что я ощущаю, ну, какие-то, я не знаю, там, кипарисы, например, да. К сожалению, я не слышу замороженных ягод, но давайте нанесем еще на бумагу и подождем. Немножечко попозже вернемся к этому парфюму. Вот на блотере он есть, кстати, что-то такое, ягодки еле-еле вдалеке, да, есть. На мне нет. Итак, значит, помада у меня новая, как она, кстати, называется, перламутровая помада для губ Гламшайн. Гламшайн, да, это Лореаль же у нас выпускала жидкую помаду Гламшайн. У меня в оттеночке 40787, она называется как нюд. Значит, смотрите, я использовала карандаш, поэтому, ну, немножечко недостоверно смотрится. Давайте покажу сводч. Вот так выглядит сама помада. Эта помада у меня вторая уже. У меня ранее была, это 87 на конце, у меня было 87, нет, 97, у меня было 97, да. Этот цвет называется розово-персиковый. Она, значит, такая более оранжевенькая, я бы сказала. И вот смотрите, что в этой помадке есть мелкие-мелкие блестки, но они не видны. А вот с этой помадой они очень ощутимы, они прям такие белые-белые и, знаете, прям очень блестят на губах. Ну, в общем, помада мне понравилась и цвет даже понравился. Я вообще любитель розовых помадок, ну, вот решила приобрести цвет нюд. И, знаете, потому что я все листала каталог и думала, что какой-то хочу цвет, а какой не знаю. И вот опять в очередной раз 38-ю розовую покупать не хотела, поэтому выбрала нюд. Но я думала, что блеск будет более такой явный, как в предыдущей, в 97-й. Но 87-й довольно-таки спокойная, на мой взгляд, не блестящая такая помада. Так, дальше. Купила я две туши Push Up. Сейчас у меня тоже тушь Push Up в использовании, но она в перевыпущенном виде. Вот так она сейчас выглядит. А вот эти две я купила еще с прошлой, ну, получается, с прошлой коллекции. Очень люблю эту тушь. Она сейчас на мне, на ресничках. Вот, очень люблю, поэтому решила запастись. Ну, две штучки, я думаю, мне хватит. Это была очень классная цена. Рублей по 175. Еще минус 20% скидки. В общем, даром, просто даром. Я уже думаю, знаете, надо было больше брать. Ну, да ладно, сколько взяла, столько взяла. Все тоже не купишь. В любом случае, у них есть тоже свой срок годности. Поэтому вот две туши у меня идут в запасике. А у меня, кстати, есть в запасах еще одна тушь от Faberlic. Вот такая вот Volume X2. Я ее тоже очень и очень люблю. Так что у меня целых три туши в запасах. Я думаю, что мне хватит. Эта тушь у меня новая и еще две в использовании. Одна из которых тоже новая. Так что я могу краситься месяцев 7, мне кажется. Ну, 6 туши мне не нужны будут. Теперь давайте поговорим про тени. Тени я купила в очередной раз. Жидкие тени для век 58-16. Вот почему-то я решила этот цвет выбрать. Такой темно-темно-коричневый. Вот так он смотрится. Ну, вот почему-то захотела я и решила приобрести. Даже пальчиком неплохо тушуется. Смотрите. Ну, это, конечно, такой очень вечерний, томный, красивый макияж. Но можно попробовать, кстати, снять с этими тенями макияж. Знаете что? Потому что одно дело, когда вы на руке это все наносите, пальцем разносите. А второе дело, когда вы это все растушевываете кистью и именно на ваших глазках. Возможно, будет грязь. Так, давайте я сейчас еще попробую растушевать кисть Файберлик именно для растушевки теней. Ну, что-то тушует, что-то делает. Ну, как-то так. В общем, понятное дело, что жидкие тени-то сильно вы не подтушуете. Но хотя бы чуть-чуть границу как-то, знаете, смягчить. В принципе, я думаю, что можно. Видите? Ну, совсем чуть-чуть. Ну, в общем, купила, хотя я не считаю, что это самые классные жидкие тени. Но мне понравился этот цвет. Вот захотела я темного оттенка. В общем, неплохо держится. Стойкость, да, неплохая. И я решила взять жидкие. Вот, ну, вот так. Значит, на лето с таким, знаете, вот шиммером, доохромом. Вот понравилось. Решила взять. Очередные тени. Так, а давайте посмотрим, какие у меня были. У меня были вот такие зелёные. Ой, как красиво, да, смотрится. Теперь у меня коричневые. И такие у меня были бронзовые. Вот, трое. Хотя я всё хочу какие-нибудь розовые купить. Но, видите, руки не доходят. Выбрала вот эти в этот раз почему-то. Но надо пользоваться. И помада. Да, ещё одна помада. Моя любовь. Это жидкая матовая помада от Faberlic. Glam Team Makeup Stay True. В оттеночке 40871. Вот так она выглядит очень светлая. Но дело в том, что эта помада, она имеет свойство. Она немного темнеет, когда она застывает, высыхает, как хотите. Куда же нанести? Вот, смотрите, я наношу. Ну, в общем, красивый такой достаточно нюд. Даже, я думаю, будет очень хорошо смотреться именно с вот этими жидкими тенями. И вот мы подождём пару минут. И я вам покажу в тюбике. Вот сейчас они, ну, практически одно и то же. И то уже начал темнеть свет. И так, посмотрите, насколько я люблю эту помаду. Просто невооружённым взглядом всё ясно. Значит, у меня было пять, и это шестая. По-моему, пять, если не больше. Может быть, я какую-нибудь, знаете, где-то отложила. Ну, вот огромное количество у меня этих помад. И очень они, кстати, мне нравятся, когда сейчас вносим маски. Помада очень и очень стойкая. Ну, давайте посмотрим. Видите, немножечко всё-таки темнеет оттенок. И он такой, ну, на мой взгляд, достаточно благородный, красивый. Так что буду пользоваться. У меня есть 71-й оттенок, 61-й, 62-й, 64-й, 69-й и 74-й. Вот 74-й тоже такой нюд. Но здесь нюд немного такой, знаете, в розовый уходящий. А здесь он всё-таки прям более коричневый. Ну, вот видно, это 71-й, а это 74-й. Он более коричневый. Ну, пока всё. Ну, я бы ещё, может быть, цвет Марсала купила в эту подборку. И красную помаду. Но пока что всё. Всё, что я хотела, я себе приобрела. Буду наслаждаться. Надеюсь, что это всё дело не засохнет в ближайшем времени. Итак, теперь возвращаемся к аромату. Аромат на мне свежий. Но он именно, знаете, там не ель, не вот что-то такое свежее, а именно какие-то вот прям кипарисы. Понимаете? Вот такое я слышу. И да, возможно, немножечко какого-то горного воздуха. Какой-то очень природный, свежий. Я бы могла его отнести, конечно, к аромату унисекс. Но всё-таки для мужчины он слабоват. Будет он недостаточно такой, знаете, мужской. Поэтому он всё-таки женский. Ну, вот кто любит такие, знаете, прохладные, природные. Немного-немного. Но он даже не зелёный. Я не могу назвать его зеленью. Это просто именно такой, знаете, ну и даже лес. Аромат леса тоже не могу назвать. Потому что это всё очень-очень такое полупрозрачное на отголосках. Вот, извините. Вся я выпачкалась. Так вот. Зато стойка, смотрите как. Оп-оп-оп. Ну, всё держится. Хорошие тени. Ещё один такой тест-драйв, да? Вот. Я думаю, что я буду пользоваться этим ароматом. Тем более 270 рублей. Почему бы и нет? Я как-то смотрела на него отзыв и слышала о девчонок, что говорят, аромат звучит ретро. И именно поэтому я и боялась его всегда приобретать. Нет, для меня это не ретро-аромат. Он мне нравится. Я буду его носить, когда хочется такого, знаете, нейтрального. Кстати, знаете, ещё я смотрю блогеров, кто покупает парфюмерию. Показывает свои заказы. И, в общем, они покупают очень-очень много. И потом это всё распродают. И, в общем, Алатау достаточно популярно. Но я думаю, что из-за его цены. Ну, и как бы он такой ненадоедливый. В нём нет такой прям мужественности яркой, откровенной. Я не слышу, знаете, прям освежитель воздуха, хвоя. Нет. Это всё где-то-где-то на отголосках. Но, в общем, он достаточно прохладный. Единственное, что плохо, мне не положили замороженных ягод. Возможно, как-то я ещё это дело услышу. Может быть, в жару. Ну, я буду пробовать и в более прохладное время года, и в более жаркое, и в дождь. И буду носить. И потом вам всё это дело рассказывать по окончанию, там, месяца или двух недель. Да, вот рассказывать, что же я носила. Вот такой прекрасный аромат, такая лединка. Ну, почему на упаковке вот такие узоры, я лично не понимаю. Ну, это же, наверное, к чему-то. Какой-нибудь кельский узор. Да? Кто знает, напишите. Ну, в общем, аромат неплох. Но я не считаю его каким-то вау ароматом. Вау эффект не произвёл на меня. Он не слишком такой горный и холодный, как я думала. Я думала, он будет прям пронзительный. Именно освежающий, холодный. Нет. Я его таким не могу назвать. Он всё-таки, да, такой немного унисекс. И именно леса, горные леса. Это правда, да. Ну, хотелось бы ягод. Я думаю, это было бы прям суперклассное звучание. Но пока что он очень-очень простой. И даже я бы могла предположить, что такая, знаете, отдушка осталась на теле после того, как вас обнял какой-то мужчина. Ну, честно. Ну, многие девушки любят такой аромат. Он не сильно мускулиный. Но всё-таки что-то в этом присутствует. В общем, у меня такая очередная парфюмерная водичка появилась. И ещё я себе заказала домфаберлик. Значит, универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Он у меня есть. Он у меня, по-моему, сейчас лежит в пустых баночках. И я его экстренно заказала. Хотя я как-то, знаете, когда пользовалась им, наверное, год или больше, то есть не всегда, когда там вспомню что-нибудь напшикаю. Я считала, что он, ну, не супер-то и классно работает. Вот. А когда он закончился, у меня сразу везде начали, знаете, появляться пятна. И я сразу начала думать о том, что, блин, мне бы так сейчас вот это средство помогло так плохо, что он у меня закончился. Поэтому я бы спешила и заказала ещё раз. Вот. Ну, я думаю, что с каким-то супер-старым или каким-то таким едким пятном не справиться. Но для того, чтобы что-то там быстренько отстирать, можно на самом деле нанести и закинуть в стиральную машинку. В принципе, справляется, ну, как вот, неплохо. С какими-то пятнами справляется, с какими-то не справляется. Но лучше его иметь, чем вообще не иметь, подумала я и купила себе вторую штучку. Ну, в общем, вот такой у меня был маленький-маленький заказ. И, знаете, забирала вот так вот совсем чуть-чуть, а по итогу заплатила, по-моему, 1800. Ничего не купила. Да? Да. Ну, по-моему, да. Ну, в общем, заплатила хорошо, купить ничего не купила. Ну, вот так у нас происходит в жизни последнее время почему-то. Кстати, я заказала новинку парфюмерную воду и заказала дня три назад. И сегодня мне пришла смс-ка, что, значит, поставка как-то там поменялась, и мне придет только аж 24-го числа. Я не знаю, почему так вообще, может быть, какой-то сбой где-то там на отгрузке или что случилось, я не знаю. Вот. Ну, в общем, я же очень сильно жду эту тоже новинку. Я знаю, что вы тоже ждете, чтобы я сняла на нее обзор. Ну, вот 24-го числа только придет, а потом, когда я заберусь, сниму. Ну, в общем, ждем вместе. Это называется, что такое не везет, а как с этим бороться, да? Ну, вот так. Все, на этом видео я завершаю. Огромное всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok